итак девочки сейчас мы с вами будем учиться устанавливать вторую фонтуру какие здесь есть особенности наша основная фонтура крепится по-другому не так как когда мы пользуемся только одна фонтурной машинкой здесь нам в помощь идут вот такие вот струбцины они у нас комплекте идут со второй фонтурой и так берем струбцины для второй фонтуры и приподнимаем нашу основную фонтуру поворачиваем вот так чтобы у нас затем струбцина зашла вот сюда на стол и вот в эту петельку вот этой штучкой надеваем и двигаем ее вперед и закручиваем крепко закручиваем то же самое мы делаем со второй струбциной и закручиваем плотненько все теперь нам нужно машинку подвинуть и задвинуть до самого упора и закручиваем эти струбцины закручиваем крепко чтобы у нас две фонтуры не катались по столу возьму в помощь себе фурчак и дотяну дальше у нас есть вот такие две штуки на которых написано буковка л и буковка р то есть левый и правый они также идут комплекте со второй фонтурой мы их сейчас по одной будем прикручивать к нашей основной фонтуре для того чтобы навесить вторую что я делаю я сейчас выкручиваю этот винт и вставляю его вот сюда вниз до упора до конца что вот этот язычок смотрите совместился с вот этой вот этим выступом вот он совместился и теперь я попадаю в это отверстие и закручиваю отверточкой закручиваю и затягиваю то же самое мы делаем со вторым креплением закручиваем этот винт и движением руки берем вторую фонтуру видим здесь два рычага один рычаг стационарный второй рычаг у нас левый край вставляем теперь вот сюда в это крепление которое мы с вами прикрутили она легко вставляется а правое крепление мы двигаем совмещаем с крепежкой и ставим вот у нас она висит у нас на 2 фонтуре есть вот такие пяточки вот они эти пяточки нужно установить на стол и я беру струбцину и эту пяточку прижимаю струбциной пяточка должна плотно подходить к столу также закручиваю ее крепко то же самое мы делаем с другой стороны теперь у нас вторая фонтура никуда не денется также немножко дотяну вот когда мы установили вторую фонтуру она у нас уже висит крепко никуда не девается обращаем внимание по двум сторонам у нас есть вот такие рычаги которые помогают нам опускать фонтуру вниз точно так же она поднимается вверх это ее рабочее положение нажали это второе положение третье положение это не рабочее положение совсем можно работать на основном фонтуре не используя нижнюю вот эту вот ручку мы вставляем внизу нижней фонтуры есть отверстие вот она мы туда в это отверстие вставляем и покручивая ищем ту точку где она должна вот она прищелкнулась и теперь она не падает это нужно для того чтобы перемещать эту фонтуру влево вправо дальше у нас есть вторая каретка это для нижней фонтуры мы ее вот сюда вот в этот паз вставляем вот она по ней перемещается дальше поднимаем и прикручиваем плечо двухфонтурное оно выглядит по другому не так как однофонтурное но крепится точно так же вот этими пазами вставляем вот сюда до конца и прикручиваем и далее у нас вот эти две каретки таким легким щелчком соединяются вот и все еще один момент как мы устанавливаем наш нити-натяжитель стоечку нашу с усами мы ее открываем она у нас по умолчанию идет для одной фонтуры у нее изгиб вот в ту сторону а так как у нас основная фонтура наклонилась и если мы поставим вот так то у нас наклон еще больше увеличится это будет крайне неудобно что мы делаем мы разворачиваем в эту сторону чтобы угол был сюда вот здесь мы просто снимаем и переворачиваем на 180 градусов перевернули а вот эта штука она просто делается вот так и все и теперь мы совершенно спокойно с изгибом уже на нас устанавливаем эту стоечку и она теперь под нормальным углом девчонки вот у нас в комплекте с основной фонтуры есть вот такая линейка в этой линеечке есть такие выемки с помощью нее можно очень хорошо проверять правильно ли у нас стоит правильное ли расстояние между двумя фонтурами берется вот где наверху выемка и вставляется вот сюда то выемка ложится на колки основной фонтуры а вот это выемка ложится на колки передней фонтуры а ну вот здесь везде так то есть оно должно быть не больше и вот так же мы проверяем вот здесь в начале всегда щель меньше это тоже правильно